Всем огромный привет из Прованса! Вы на канале Жизнь Тиберячки во Франции. Огромное спасибо, что вы смотрите это видео. Вчера мы с мужем ходили на рождественский базарчик. В этом году не очень большой базар, но все-таки в этом году разрешили во Франции новогодние рождественские базары. И мы с Александром сходили, чтобы почувствовать атмосферу праздника. Поэтому на базаре играла музыка с правами, с защищенными правами, которые я в принципе не могу вставлять в свое видео. Но если убирать музыку, то мне всегда кажется, что будет совершенно другая атмосфера, и нужно накладывать голос, и тогда это будет неестественно. Я хочу, чтобы вы видели все-таки настоящую французскую жизнь, как они реагируют, как они общаются друг с другом. Поэтому я все равно вставлю эти кусочки. Посмотрим, как отреагировать на это YouTube. Сейчас Александр ушел к зубному. Ждал он, наверное, около полтора месяца. Кое-как он нашел зубного, чтобы убрать налет на зубах. И поэтому сейчас посмотрим, сколько с него возьмет дантист. Давно он уже не ходил к дантисту. Мне тоже нужно обязательно записаться. Но вот сейчас у нас, например, дантист деревни к нему вообще не записывал. Хотя она замечательная, просто замечательная. Но когда Александра ей позвонила, она ему дала рандеву только на весну, представляете? Поэтому пришлось искать дантиста в другой деревне. Почти, наверное, километров 18 отсюда, от нашей деревни. Но самое главное, что он нашел. И потом я вам скажу, сколько это ему стоило. Если вам интересны наши видео, оставайтесь с нами. Досмотрите этот блог до конца. Всегда будет очень-очень много всего интересного и полезного. Давайте покажу вам, как каждый год, что продают. Досмотрите этот блог до конца. Досмотрите этот блог до конца. И кто хочет фотографию с Папа Ноэлем. Мыло разное продают. И свечи красивые какие. Здесь сладости какие-то продают. Готов на брошь называется. И даже таки ни разу не видела. Привет. 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 Ты можешь попробовать. Да. Ты можешь поделиться? Я никогда не видел этот блог. Так. можно два месяца вот и сантин сантин уроки и и в в в и все это крутится крутится и такие пироги и это не консерванты без консерванты и долго хранится хорошо и это основа что? ну, я хочу... фарина, бакар, масло и яичек это пляж на нефе а, да Сахар и нету яиц. А, понятно. Мерсия, это интересно. Санфи, это призир. Как так? Я трогала по-русски. По-русски. А это ногор и мармелад. А это ногор и мармелад. А, это преферит от тебя. Шатей. И, конечно же, сыр. Сыра очень много. 32 евро, 32,90. Разные цены. Мерсия. И, смотрите, какое прекрасное небо. Сыжулишели, ребят? Как красиво. О, Олекс. Ты мугашлю види. Что он заматерился, хотела сказать, заругался. Да, можно сказать, заматерился на того, кто обогнал неправильно. Вот. Ну, ладно. Ничего страшного. У нас все хорошо, позитивно. Как всегда. Вон, какая красивая водичка в канале. Мы поехали искать небольшой подарок Владиславу. Владислав им сказал, мам, мне ничего не надо. Я на день рождения столько подарков получил, что мне, в принципе, не надо. И игру он уже купил. Новую, совершенно любимую. Поэтому, я говорю, ну, под елочкой же должно быть что-то все равно, хоть маленькое. Поэтому мы поехали в Интерспорт. Посмотрим, что можно купить Владиславу. Футболки ему уже подарили. Хотя Магалиф футболки будет менять. Ему размер не подошел. Он такой большой, что нужно большой размер, как у Александра уже. Размер даже больше. Бонжур, миссия. Да. Ну, и у него порвался рюкзак. Ну, так, не сильно порвался, но порвался. Поэтому мы сейчас ему посмотрим. Сюрприз будет. Если найдем что-то интересное, потом вам покажу. Вообще, у нас несколько дней у Александра осталось отпуска. У нас очень много дел. Потому что мы что-то все дела новогодние оставили на последний день. Так что берем вас с собой, как всегда. Если будет что-то интересное, обязательно поснимаю или приеду домой. Покажу вам все дома. Сначала мы решили зайти купить еду для птиц. Они у нас все съели. Здесь елки продают. Так, сейчас пойдем. О, какие подушки красивые. А там же вы смотрите. Тяжело ли? Нет. Если вы думаете, нет? Нет? Нет. Да, это не только для баркареса. Он идет за буркареса. Он ищет. Это кто-то популярен. Он идет за буркареса. Ищет. Он ищет. Он сетер. Он ищет. Он идет за буркареса. Точно. Смотрите, красивые. Сколько стоят. 100 евро. Почти все 100 евро. Санэрошири брызгай, да? Ну, вот с собой каранциньки. Каранциньки? Каранциньки. Позже потом не имею. Бляншком сашири? Он хочет вот такую. А вы? Ой, сесесе. Сесесе. 100 евро. А не веро то. Конокресиньки, это 60 евро. И вот это вот такой, каранциньки? О нет, это каждого. Бляншком сашири. Прямо 50 евро. Вместе нет. Вообще недолго? Не цены надо смотреть, а что нравится. В жизни надо покупать, что нравится. Как вы? А то все время на цены смотришь, не нравится шире и про меня все модерн кайкис посмотрим алекс тут смотрит вайду в комнату что подарить санзам 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 и фанкул анфорни от арбузы и сомпуле и все 27 июня тяна пора 43 евро 43 43 Смотрите, какая лампа молодежная, классная. Смотрите, какие лампы тоже современные, настольные. Вот такая мода сейчас. Алекс говорит, гениальная идея, мы решили Владу на день рождения подарить декорации в комнате. Что, а здесь? Это не слишком маленький? Нет, потому что это лампы. У меня есть лампы, поэтому я могу его использовать максимум. Надеюсь, он не будет смотреть видео, но он никогда не смотрит мои видео. И лампы, а парамин, это ли? Да, я думаю, это ли. Я отключаюсь. Мы возвращаемся домой, купили все подарки Владиславу и даже подарок Александру. Осталось купить подарок Елене. И все подарки будут под елочкой. Александр выбрал себе очень красивую рубаху. Говорит, мне еще одну рубаху нужно. И мы потом заехали по-быстрому в биомагазин. Здесь я купила в основном Владиславу. Он просил сок, молоко, яйца. Если вам интересно, приеду сейчас домой. Буду выкладывать все мои покупочки и покажу. Здесь, в принципе, совершенно нет ничего интересного. Покупки мне обошлись в биомагазине. Сейчас покажу. 22 евро 80 центов. Так что мы направляемся домой. Мы уже дома и давайте по-быстрому покажу, что мы купили в биомагазине. Подарки мои хорошие показывать пока не буду. Потому что боюсь, что кто-то посмотрит видео. Ну, Александр уже видел, Владислав. Поэтому подарки, как он идет в колледж, тогда, может быть, покажу. Но, в принципе, он не смотрит мои видео. Может быть, и покажу чуть-чуть попозже. Мы их оставили в машине, чтобы он сегодня не видел. Потому что сегодня он в среду после обеда не учится. А то будет неинтересно. Я тут подготовилась. Сейчас сделаю вам подробный обзорчик с ценами для канала Худеем по-французски Селена Франц. И также для людей, у которых синдром раздраженного кишечника. Какие продукты можно, какие нельзя. И даже сколько грамм за один раз. Поэтому, если вас эта тема интересует, переходите на второй мой канал. Купили безлактозный йогурт. Он продается только в биомагазине. Яйца с фермы, которая возле нас. Продают в нашем биомагазине. Александр захотел кокосовое молоко. Я купила свои любимые хлебцы из черного риса. Владислав запросил молочко и органическое, и яблочный сок. И я купила проростки брокколи. И здесь я купила пшенку. Но это, как его, на утро. То есть быстрого приготовления хлопья. И купила, Александр меня попросил сделать нут или чечевицу. Знаете, очень вкусно. Чечевицу надо вам будет записать рецепт. Хотя на второй канал я уже записала рецепт точно такой же с нутом. А вот когда добавляешь карри и кокосовые сливки. Получается очень вкусно. Можно еще лук поджарить. Получается вообще супер, супер вкусно. Ну вот так. Так что я пошла на второй канал делать вам обзорчик. У нас сегодня в Провансе очень сильный, ну как не очень сильный, но холодный ветер. Поэтому я притеплилась. Надела еще одну кофточку шерстяную. Достала, то есть еще одну кофточку шерстяную. И сейчас я собираюсь в парикмахерскую. Вчера позвонила Мирей и она сказала, что есть свободное место. Поэтому я пойду немного подравняюсь перед Рождеством. Вы меня спрашиваете, Лена, вы решили где справлять Рождество? Мы еще до сих пор не знаем, потому что будет зависеть все от работы Александра. Это точно, что он будет работать и 24-го, и 25-го. 25-го мы никуда не можем идти, потому что он работает с утра до ночи, до вечера, до позднего. И 25-го он также работает до самого вечера, но у него, может быть, будет свободный вечер. Будет зависеть от него, во сколько он вернется, как он будет себя чувствовать. Ну, самое главное, чтобы мы были вместе. Для нас это самое главное, даже если мы останемся дома, ничего страшного. Сейчас, в наше время, есть работа, это уже очень хорошо. Есть семья, которая тебя поддерживает, поэтому очень хорошо. Александра там, вижу, он работает над своей книгой. И поэтому все же как будет, так и будет, значит, так надо, и все хорошо. Я, конечно же, сделаю небольшие покупочки продуктовые, как я вам уже сказала, что нужно будет съездить в магазин. Нам много не надо, поэтому мы каких-то там великих закупок делать не будем. Мы будем втроем. Владислав всегда выбирает то, что он любит. Я его никогда в последнее время не заставляю есть, что он не любит. Это бестолку, это незачем тратить свои силы и заставлять кого-то есть, что вы любите, а ребенок не любит. Ну, хочет он там пиццу даже в Новый год, пусть он ест пиццу и пьет кока-колу в Новый год, если ему доставляет это удовольствие. Если мы любим морепродукты. Заморачиваться сильно я тоже не буду, потому что мы вечером едим немного. Одеваться вы меня спросили, как будете одеваться. Одеваться будем очень просто. Кстати, Александр, на Рождество мы же делали подарочки. Я еще себе подарок не выбрала. Я еще до сих пор в поисках подарка. Мы решили, что мы купим друг другу. Вообще, мы очень часто не делаем подарки на Рождество. Делаем только Владиславу. В этом году мы решили сделать небольшие подарочки. Но мы решили, что каждый выберет подарок, что ему по-настоящему к душе. Может быть, будут еще какие-то маленькие сюрпризики. Но основные подарки, опять смотрю не в камеру, будут те, которые понравятся. Александр выбрал себе замечательную рубаху. Я сейчас ее покажу. Вчера он поверил в магазине, я не стала снимать. Владиславу тоже покажу подарочки. Вчера не захотела показывать, потому что он был дома. А себе я что-нибудь выберу. Я еще в полном раздумье. Как только выберу, обязательно вам все покажу. Одеваться мы будем очень просто, достаточно строго. Мы любим такой стиль, не флеш, то есть не яркий. Хотя рубаха у него такая стильненькая. Я люблю вообще черное и белое. И поэтому черное и белое всегда выгодно, всегда стильно. всегда очень комфортно. Поэтому у меня несколько стильных рубах. И я их всегда меняю. Брюки черные, какую-нибудь или юбку. И все. Поэтому пойдемте, я вам покажу подарки. Затягивать видео не буду. Пойду приготовлю что-нибудь быстро на обед и побегу заниматься собой. Как я вам говорила, мы искали ему рюкзак. У него его рюкзак Nike, который мы покупали в Барселоне, а в Испании на границе. Не в этом году, а еще в прошлом году. Он его просто обожает. Но он его до такой степени заносил, что в тетради прорвали дно. И не хотел он никакой другой. Потому что в этом году мы не нашли хороший рюкзак. И вот вчера мы поехали. И так как уже не сезон, все всего накупили, стоит рюкзак. Правильно я его называю, да? По-русски. Сакадо по-французски. И Nike. Смотрите какой замечательный. Прям его размер. Все мы там померили в магазине. Чтобы входили все тетради. Входили все папки. Все. И чтобы планшет так же он мог. Очень хорошая спинка такая. Чтобы спина была в порядке. Все. Замечательно. Много отделений. Сколько стоил вы меня спрашиваете? Смотрите цену. 34,99. Это уже недорого. И еще плюс у меня была скидка 10 евро. Которая я получила за то, что мы всегда покупаем в этом магазине. Поэтому нам он обошелся в 24,99 евро. Я думаю выгодно. И знаете, ему дарили вот такую фуражку. Она еще совсем новая. Поэтому тут желтым цветом Adidas написано. Поэтому вот желтая надпись будет и на рюкзаке. И на фуражке. На бейсболке. Нельзя фуражку называть. Не сказали. Вот. Я думаю, что он будет очень доволен. Это сюрприз. Потому что он нам сказал, ничего не покупайте. Что мы еще ему будем упаковывать? Надо мне бумагу идти покупать. Сюрприза. Мы ему купили для его комнаты вот такие современные обновки. которые вы видели в магазине. Но покажу вам еще раз. Значит, вот такая настольная лампа. Супер стильная, красивая. Когда он ее уже откроет коробочку. И самое главное, вкрутит лампочку. Вот эта лампочка мне очень понравилась. Посмотрите, как она смотрелась в магазине. Просто супер. В любую комнату будет очень стильно. И такой же. Не люстра это. А как это называется? Ну, вы поняли. И лампочка тоже. Когда загорается внутри лампочка. Очень стильно по-молодежному. Он хотел что-то. Потому что мы ему собирались менять весь его декор в комнате. И вот постепенно будем ему докупать. Я надеюсь, что такие подарки ему понравятся. И да. Сколько стоит. Ой. Мои хорошие. Сейчас уже не помню. Но в магазине я называла все цены. Лампочки такие стоят около 8-9 евро. И в принципе, вот сами. Сам этот плафонье по-французски. Пишите в комментариях, как это называется. Не очень дорого. Не буду сейчас обманывать. Но стильно. Очень стильно. И Александр выбрал вот такую шикарную рубаху. Мы смотрели точно такой цвет в Испании. Но не было его размера. Это достаточно известная марка. Сейчас я вам покажу, сколько она стоила. Как называется марка. Ой, ткань прям с шелком что-то еще тянущаяся. Когда он ее одел, ему просто супер. Да, Шери? Какой? Наши мизы. Или малифика? Да. Тута фе. Тута фе. Тута фе. Тута фе. Тута фе. Вот. Размер у него L и 49,99. Но была новогодняя также скидка. Смотрите. Аж 20 евро, мои хорошие. На рюкзак у меня было 10 евро. И на рубаху аж 20 евро. Поэтому вот такая у Александра новогодняя рубаха со светлыми джинсами. С какими-нибудь голубыми. У него есть голубые джинсы. И серые, светлые, которые он купил в Испании. Напишите в комментариях, как вы думаете. Вот эту мы покупали ему в Испании. И кто не помнит, тоже ему потянуло вот на такой рисунок. Рябчатый немного. Александр всегда. Вот у него пиджак. Супермодный. У него все такие цвета. Спокойные тоже. Все свитера у него. Посмотрите, какого цвета. Это галерея Lafayette, кажется. Свитер у него, не помню. И вот свитер тоже уже. Такое давно мы ему покупали. Но все он покупает очень спокойных тонов. Так что вот такие подарочки у моих мужчин. Александру я еще докуплю сюрприз. Я знаю, что. Не буду вам говорить. Потому что он поймет это слово. А мне осталось мне. Увидимся в сфер-правочах от этих видов. До встречи. Увидимся в сфер-правочах от этих видов. Продолжение следует...